Россия и миграция В их сети, как правило, попадают малообразованные и нуждающиеся в средствах мигранты. Фактор радикализма. Он возрастает. И вербует, и переправляет там в Сирию, и в Ирак. В мае этого года была распространена официальная информация, что в войне в Сирии участвует примерно 50 кыргызстанцев. За последние 4 месяца эта цифра увеличилась втрое. Теперь, по данным компетентных органов, в Сирии воюет более 150 граждан Кыргызстана. Около 10 из них погибли. Согласно исследованиям силовых структур, 30% воюющих в Сирии кыргызстанцев попали туда через Турцию при поддержке незаконных группировок в Кыргызстане. Остальные 70% работали в России. После этого по схемам незаконных формирований попали на войну. Многие из них приверженцы идеологии радикальных религиозных течений. 22-летний Ширзот в 2012 году приехал из Сузака в Уфу на заработки. Он работал грузчиком на рынке Садовое, когда познакомился с членами радикальной группировки. Парень из Карасу, Джавлан, познакомил меня с другим кыргызстанцем, Сапар Байке. Он сказал, что если мы хотим, мы можем бесплатно и в свободное время изучать арабский язык. По выходным мы собирались у него. Нас было 4-5 таджиков. Были и азербайджанцы, и кыргызы. Я в детстве учился в медресе, увлекался религией, читал Коран. Нет ничего плохого в вере. А у него были другие книги. Там говорилось, что есть вещи намного важнее, чем пятикратный намаз. Например, такие, как готовность отдать жизнь за Аллаха, совершить ради Аллаха джихад. О том, что происходящее в мусульманских странах, это правильно, что надо присоединиться к ним. Ширзот, сам того не осознавая, оказался в числе радикалов. В беседе с нами он рассказал, как принимал участие в кампании по сбору средств для тех, кто воюет в Сирии. Однажды нам сказали, что создали организацию по поддержке братьев-мусульман в Сирии. Попросили скинуться по 100 долларов для помощи этой организации. Мы все отдали собранные деньги Сапару Байке. Постепенно темы обсуждений на собраниях менялись, становились совсем другими. Вместе с этим менялось и сознание, мировоззрение всех, кто ходил со мной туда. К примеру, начались призывы к объединению всех мусульман для борьбы о необходимости взять власть в мире в свои руки. Они уже были готовы отправиться в Сирию. Мне перестало это нравиться. Я не хотел ходить туда. Было плохое предчувствие. А тот знакомый из Карасу постоянно уговаривал меня посещать эти собрания. Буквально через 15 дней после того, как мы собрали по 100 долларов, нас попросили скинуться уже по 200 долларов для оказания помощи братьям-мусульманам. Для меня 200 долларов – это большие деньги. Чтобы выйти из группировки, Ширзот уехал в один из отдаленных районов Уфы. Там он работает в сфере сельского хозяйства, собирает деньги для женитьбы. Информировать правоохранительные органы о членах организации Ширзот опасается. Боишься, потому что они следят за нами. Я три раза менял номер телефона, но бесполезно. Не знаю, как им удается узнавать мои новые номера. Ведь я перестал связываться с тем же карасуйским парнем. Они звонят и зовут меня обратно. 80% тех, кто о них знает, не пойдут в милицию. Я ничего не могу рассказать. Боюсь. Они постоянно отправляют парняками. По неофициальным данным, за последние два года увеличились случаи вербовки религиозной радикальной группировки. Специалисты отмечают, что особенно такое явление активизировалось на Урале, в Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане. Пять лет назад муфти от города Москвы ввел запрет на обсуждение в мечетях вопросов, не относящихся к традиционному исламу. Несмотря на это, радикальные группировки продолжают свою деятельность в столице России, проводя свои встречи в квартирах. По данным российских экспертов-религиоведов, если в начале 2000-х годов членами радикальных группировок являлись выходцы из Кавказа, то в последнее время в составе таких организаций чаще встречаются мигранты из Центральной Азии. Фактор радикализма. Он возрастает. И вербует, и переправляет там в Сирию, и в Ирак. Где сконцентрировалась, где основная масса членов Хезбут-Тахрир была и есть, наверное, это в Ферганской долине, это в Узбекистане. Но президент Узбекистана Ислам Каримов выдавливает членов Хезбут-Тахрир из своего государства, из Ферганской долины, куда они идут. В основном они переезжают в Россию. Они переезжают как мигранты, они работают здесь, но одновременно не будем забывать, что они несут вот эту вот идеологию Хезбут-Тахрир, достаточно радикальную. Есть и пропаганда, есть и распространение соответствующей литературы, в том числе сам журнал ВАЙ, это Хезбут-Тахрирский. И это ни в одном, ни в двух, ни в трех городах. Это уже, если мы посмотрим на карту России, то деятельность Хезбут-Тахрир, она охватывает десятки городов. Это не значит, что там какие-то, я не знаю, бандиты собираются по углам. Но это некий центр достаточно радикальной исламской пропаганды. И таким образом мы можем говорить, что с приходом, с систематическим появлением в России мусульманской миграции действительно вот этот фактор радикализма, он возрастает. По оценке экспертов, во главе группировок, заманивающих мигрантов в своей сети, стоят кавказцы. Их радикальные планы притворяют в жизнь религиозные фанаты других национальностей – кыргызы, узбеки, татары и таджики. Пропагандисты идеологии группировок получают по 300-500 долларов в месяц. А рекрутам, согласным отправиться в Сирию, выделяется до 1000 долларов. По информации силовых органов, группировки финансируются международными экстремистскими организациями. По данным одних источников, заработная плата выплачивается еженедельно, других – только после выполнения задания. В сети радикалов попадают в основном малообразованные люди – религиозные фанатики, не понимающие разницы между традиционным исламом и радикальным религиозным течением. Когда приезжают люди из Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, то они общаются с российскими мусульманами, с татарами. Эти умеренные ребята – это, ну, почти. Но они общаются еще и с кавказской миграцией, с внутренней миграцией, из Северного Кавказа, где, как известно, настроения, ну, весьма и весьма непростые. Мы помним две чеченские войны, мы знаем, что очень сильны салафиты, это уже радикальное настроение в исламе, и в Дагестане, и в Кабардино-Балкарии, да вообще по Северному Кавказу. Возникают некие интернациональные группы, кружки, идет обмен информацией, причем информацией не, собственно, об исламе, а о том, что такое ислам сегодня, как он влияет на политику, как имеют место, может быть, гонения на ислам, как ислам может быть формой протеста, и это тоже способствует радикализации. По наблюдениям правоохранительных органов и экспертов, мигранты вступают в радикальные группировки по следующим схемам. Сначала агитируют мигрантов, находящихся в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе и близлежащих к ним районах. Учения радикальной направленности проводятся поначалу в мечетях, а затем новичков собирают в квартирах. После негласного отбора наиболее фанатичные из слушателей направляются в Дагестан, Чечню, Татарстан или в такие города, как Астрахань, где собираются члены религиозных движений. После этого рекруты направляются через Турцию или другие граничащие с Сирией страны на войну. По мнению муфтия Москвы Ильдара Аляудинова, причиной того, что мигранты вступают в экстремистские организации, является их социальная несощищенность. Во многом те мигранты, которые оказываются здесь, они незащищенные. У них есть очень много проблем с работой, есть проблемы с деньгами, а у этих людей проблем нет. Они всем обеспечивают и жильем, и деньгами, и едой, и всем остальным. И уже потом, спустя какое-то время, люди оказываются в Сирии, оказываются в Ираке. Это раз. А вторая причина тому, это глубочайшее невежество мусульман. Как от тех людей, которые здесь живут, так и от тех людей, которые сюда приехали. Это касается всех. И киргизов, в первую очередь, и узбеков, и таджиков. Невежество людей. И, к сожалению, как я вижу, тоже во многом правительство тех государств, особенно Таджикистан, во многом не дает возможность людям более глубоко познавать и узнавать свою религию. Из-за этого возникает некий такой пробел, который кто-то другой заполняет. Экстремистские религиозные организации в России в основном привлекают в свои ряды выходцев из других стран. И это головная боль не местных силовых структур, а того государства, откуда прибыл мигрант. Ведь из Сирии они возвращаются на родину. Редактор субтитров А.Семкин